А когда мне дали эту тему, да, кстати, пастор Слава передал, что он будет на следующей неделе у вас принимать тест сам. Вы без него тест писать не будете. В среду будет подготовка к тесту, мы с вами подготовимся. И в субботу в следующую придет пастор Слава и два теста напишем. Ну, тот второй мы раздавали вам на прошлом уроке. Не получил, получите подготовку сейчас, да. И после занятий мы раздадим подготовочку. Ко второму тесту. Вот. Значит, и поэтому будет заключительное занятие, еще пастор Слава с вами проведет обобщающее занятие. Всего лишнего тема. Значит, я вам расскажу такую вот историю про себя. Какую историю? Как мне дали эту тему. И когда я ее получил, неожиданно пастор Слава уехал, мне нужно было начать занятия проводить, у меня не было дисков. И из-за того, что не было дисков, я поднял вот эту тему, посмотрел писание, места писания. И я взял места писания и начал их читать. Читая места писания, вникая в тему, а я не знаю примеров, как, не помню уже этого занятия, вникая в тему, потихоньку я, у меня стал образовываться образ. И я был приятно рад, что, в общем-то, то, в чем я пребывал, Господи, и то, сколько проповедей слышал, сколько здесь, когда учился, сколько читал, что, в общем-то, мои взгляды, они не разошлись. Да, конечно, я очень сильно сконцентрировался, я многое понял, опять переосмыслил, но как важно читать. И раньше, такая маленькая особенность, я не мог читать 2-3 главы и все, и так. Потому что, когда ты читаешь, вроде каждое слово надо, каждое слово внимательно, каждая фраза, она в себе что-то несет, 2-3 главы больше лично для меня, я никак не мог нестить. Но когда я начал читать, фокусируясь именно на этой теме, и ты читаешь по теме, и тогда, тогда получается, что, а, я вижу эту тему, я читаю, 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 и получается, что я бегло читаю. И я прочитал очень много, глав 15, ну, с разных, с разных этих, с разных мест Библии, неподряд. И потихоньку вырисовывается картина. Когда думаешь о какой-то одной теме, и очень много читаешь, внимательно, там прочитал, тут, ну, тут, конечно же, много указаний есть, какие главы брать. Но я брал шире. Дается, допустим, одно какое-то предложение или один какой-то абзац, я беру больше, я беру главу. Если это, допустим, где-то на пятой, на четвертой главе, да, я как раз возьму все сначала, перечитаю, чтобы понять, чтобы не выдвинуть из контекста, как в прошлый раз вот мы с вами обсуждали. И вот получается, что видение, и я был приятно удивлен, когда начал смотреть диски, что то, что я получил от слова Божьего, естественно, конечно, не рожевое, в общем-то, я все увидел там. И я еще, кроме этого, пока не начал диски смотреть, еще перелопатил кое-какой материал, есть разные роды лекции на эту тему. И поэтому все они говорят об одном и том же, в общем-то, но когда мы занимаемся, понимание приходит. Я почему говорю? Я не говорю, я не провозношу себя. Просто если мы на это размышляем и думаем, то Господь, конечно, нам открывает. На прошлом занятии мы с вами уже говорили, и если мы откроем, на третьем занятии у нас есть, что такое видение. Это ясный умственный образ предпочтительного будущего, который Господь наделяет в своих избранных слух, основанный на, первое, правильном понимании Бога, второе, себя, и третье, обстоятельства. И вот тут мы уже это обсуждали, да. Есть такая, некоторые рисуют такую схему, значит, понимание Бога, себя, понимание себя и понимание обстоятельств, оно как бы внутри. Потом люди вокруг нас, и все это как бы покрывает, мы покрыты Иисусом Христом. И на прошлом занятии мы с вами говорили, что третье занятие, когда требования к носителю видения мы читали, десять требований, помните, да, последнее было, что переживает встречу с Иисусом Христом, который изменяет его жизнь. И, то есть, это десятое, вот это важнейшая вещь, которая является в этом вопросе, как я вижу. Потому что правильное понимание Бога, и мы тогда с вами говорили, что это платформа, на которой мы стоим, это изучение, это знание Бога и правильное понимание. Но все это в Иисусе Христе, потому что, если мы откроем... Сейчас я открою. Так, Ефесянам 2, 12. Итак, помните, что вы были в то время без Христа. Отчуждены от общества израильского, чуждый заветов обетования. Они имели надежды и были безбожники в мире. Любит ли нас Господь? Конечно, любит. Но что Он от нас хочет? Он же любит не только нас. Но тех, кому Слово-то не дошло еще, кто еще Его не познал. Поэтому мы Господу Богу нужны для того, чтобы нести Его Слово. А иначе без Иисуса Христа Он даже нас не видит. Потому что Бог явил Себя Своему народу, явил Себя им. Он дал им благословение. Благословение евреям нас не касается, если мы не в Иисусе Христе. И это понятно. Вот это целое занятие на эту тему сейчас у нас с вами было. Поэтому, когда мы имеем главной целью, то, что Господь посылает нас нести Слово Свое по всему миру, и вот это вот главная цель в нас, тогда, если в прошлый раз мы о Иисусе Христа говорили, что Он нам помогает полностью освободиться от всех старых проклятий, полностью освободиться от старого, и начать с нуля, перейти в свой Иордан, и пойти, пойти, делать для Господа Бога работу. Но Иисус Христос для нас это русло реки. То есть это та платформа, на которой все строится. Поэтому наше видение, это видение, конечно, только мы идем и несем Слово Божье. Пастор Юрий сейчас проводит занятия с старшими групп, которые будут вести, которые уже ведут. И Он сказал, такую вещь подметил, если кто-то в зоне комфорта уже находится, и не хочет делиться, не хочет идти, то это уже отклонение от требований Иисуса Христа, который сказал Господь, кто любит Меня, тот исполнит Слово Мое, и тогда мы придем и обидим свое совершим. А также еще Он далее там сказал, в 14 главе, кто любит Меня, тот исполнит Слово Мое, и тогда я, как Он там сказал, что просите, то получите. Все, о чем мы будем молиться, то мы будем получать. Если мы будем идти дальше Слово нести, когда находимся в этом русле, тогда мы не будем ни ругаться, мы не будем взаимоотношения всякие выяснять. Почему? Потому что главная цель есть. Ведь не мы же хозяева церкви, и не пастор хозяин церкви. Он всего-навсего слуга. Слуга кому? Он всем нам тоже слуга, Господу. И нам, Он нам тоже служит. Вот. Так, когда, если так вопрос ставится, то церковь не наша, церковь Иисуса Христа. Тогда любые склоки внутри, даже выясняя отношения, они у нас, они нас будут просто отвлекать. Но мы и не будем этого делать, потому что, если мы понимаем, для чего мы делаем свое дело. Не свое, а Божье дело. И в этом русле, когда мы идем, получается, что вот когда рождается дитя, все же счастливы. А когда Господь действует через нас, происходит рождение кого? Люди рождаются в Господе опять. Рождение свыше. Мы являемся свидетелями рождения людей свыше. И это такая радость неописуемая, что в этой радости просто не остается места для выяснения отношений. В этой радости не остается места для черного взаимоотношения, а также для меркантильного самого себя. Потому что сколько раз я уже это говорил, когда ездил на энкаунтере, опять в прошлый раз с энкаунтера люди вернулись. Они плакали, и я плакал. Я стоял там на служении уже вечером, на вечернем, когда мы с вами закончили. У меня слезы на глазах были, а слезы радости. Потому что я видел, насколько люди, рожденные свыше, получив Господа, они просто летали на крыльях. И это нам дает, что? Это нам дает главное направление, главное видение, и тогда все остальное выходит в сторону. Если нету Иисуса Христа, вот здесь, в нашем видении, все, значит у нас нету видения Божьего. Нету. Это главная и основная платформа. И поэтому, ну конечно, многое что-то, может быть, не будем помнить, но главное помнить вот это. Мы будем помнить, что Христос. Мы будем помнить, что Он нам завещал. Тогда у нас будет успех в Божьем. А если мы это забудем, все остальное, 10-9 пунктов будем помнить, все остальное будем знать, но не будет этого главного, не будет церковь делиться. Тогда все. Тогда мы Божью работу не выполним. И благословение Божье на нас уже не будет распространяться. Поэтому Исаия созрел, как проповедник, созрел, как пастор. Все, вперед Исаия, иди туда. Он отделился, он пошел, но он не отделился, он как бы с нашей церкви. Но получается, что вроде как, он же хорошей проповеди говорил. Мы же уже скучаем по его проповедям. Хочется его еще больше смотреть. И вроде бы страдает наша церковь от того, что он ушел. Но мы делаем это дело, и это надо делать. И он идет дальше. А мы что, взращиваем вас всех, тех, кто здесь учится, тех, кто здесь проповедует Слово Божье, вернее не проповедует, изучает Слово Божье. И растут, и идут дальше, и растут, и идут дальше. Вот это есть наше видение. Главное, вот это помните, потому что все остальное, оно будет. И Господь благословит нас. Вот это то, что я хотел сегодня сказать. Все, сейчас просто дай мне не вопрос, если что сказать. But I was actually very surprised at the lesson tonight, because it was all about what? It was all about evangelism. So, it's very important what he stressed on. I like what he was stressing on in the beginning. That, you know, it's not about the power that God wants to give us through the Holy Spirit. It's not about prosperity. It's not about receiving healing. Of course, all those things are good. They're all good. But God is interested in equipping us to be his witnesses. That's what it's all about. Just turn with me briefly to Ephesians in chapter 4. As I said, I'm not going to speak long. I'm just going to... And if you have any questions, please ask. But chapter 4 and verse 11. Starting with verse 11. So, he, and he, that means, you know, God, or Jesus. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. For the equipping of the saints. That's us. The equipping of the saints. That's all of us. Right. For the work of ministry. So, what is the work of ministry? Well, there's actually two parts, actually, to the work of ministry. There is the internal work in the body of Christ. Edifying the body of Christ. It's the internal work that's equipped with the body of Christ. Or is equipped with the body of Christ. It's the internal work that's equipped with the body of Christ. Like, for example, the pastor is, you know, a senior pastor, like Pastor Yuri, his responsibility is to build up the body of Christ. And he's edifying the body of Christ with sermons and teachings to build us up for, for what? For the work of ministry. So that we would mature, become mature Christians. And assume the responsibilities that God has waiting for us. And so that we would take the baptism, which God gives us, which is waiting for us. Okay. It could be a pastor or evangelist. It could be an apostle. It could be a teacher. Our responsibility. Yeah. It could be any one of those things. Or it could be other responsibilities that God has called you to. But, you know, we need to take the initiative. But we need to take the initiative. And study. And study. Study to show ourselves the proof. Be diligent. Be diligent. So, like I said, the first part was building up the body of Christ within the church. And the other half is reaching out to the lost, out there, to the people who don't know Christ. And so, it's not either or. It's not like, well, I've been called to build up the body of Christ. Like, everyone who called has two parts. All of us will call ourselves Christians. We are called to build up the body of Christ. We are called to build up the body of Christ. We are called to build up the body of Christ. And by being witnesses outside the church. Right? And maybe you have a misconception. Maybe you think, well, I'm not a pastor or I'm not a minister. How can I build up the body of Christ? Maybe you have to understand, well, I'm not a minister, I'm not a pastor. How can I build up the body of Christ? Well, you know, it's very simple. Well, it's just, in fact. I'm not going to mention your names, but somebody, some young lady came up to me, my wife, and said, I know. Well, it's just, in fact, a young woman came up to me, my wife, and said, I know. And, well, I won't mention your name. It was, it was Ina. What did I do now? Relax. You're good. And she was encouraging us. She was encouraging us. And that's building up the body of Christ. Right. I mean, and even, yes, even pastors need to be encouraged. And so, but the main thrust, you know, is, according to the word of God, according to what we learned today, she, she, how do you pronounce his last name? Shibley. 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 What he's done for the world. This is really the most important thing. And if you don't have that desire to do that. Or if you have fear of doing that. Pray to me, God, to break all that fear. и попросите, чтобы Бог забрал это страх и, you know, it's a good prayer pray, Lord, give me compassion for the lost compassion if you have compassion for the lost you're going to want to you will be able to contain yourself you're going to go out there and tell people about Jesus аминь alright, I'm finished any questions? any questions? anybody? no? ok, it was very straightforward his teaching in this lesson was very straightforward easy to understand very clear break? yeah, break ok I don't know if they deserve a break they had no questions